Опасность, исходящая от Путина Редакция Опасность, исходящая от Путина В редакционной статье призывает Евросоюз уже на этой неделе продлить санкции против России. В новом документальном фильме о прошлогодней аннексии Крыма президент России Владимир Путин чуть ли не хвастался, что в самом деле отправил на Украину войска, чтобы обезопасить полуостров в преддверии нечестного референдума, говорится в статье. Эти слова совершенно противоречат его собственным заявлениям того времени, согласно которым вооруженные люди, которых все видели в Крыму, могли экипироваться в магазинах, торгующих излишками военного имущества. С тех пор Кремль переправляет через границу соседнего суверенного государства войска и тяжелые вооружения. Москва помогает формированием оборванцев-сепаратистов бороться с легитимным правительством. В процессе этой борьбы был сбит гражданский авиалайнер, почти наверняка это сделали пророссийские силы, считают авторы статьи. Более 6 тысяч человек были убиты. Перечисленного уже достаточно для обоснования санкций со стороны СССР, А возможные последствия для всех государств, в том числе членов НАТО, у которых есть общие границы с Россией или значительные по размеру русские меньшинства, делают этот шаг неотложным, полагает. Однако некоторые европейские страны, в том числе и Франция и Греция, кажется, придерживаются мнения, что нет нужды принимать решение о продлении санкций до июля, когда истечет срок действия нынешнего режима, а может, тогда это и не понадобится. Пусть участники сегодняшней встречи в Брюсселе будут осторожны, призывает издание. Такая нерешительная позиция делает невозможной для Европы единую внешнюю политику и создает ситуацию, при которой страны Балтии, скандинавские страны и Польша вынуждены ждать солидарности от Соединенных Штатов. И фактически это будет сигналом для русских, что агрессия будет им стоить лишь временных неудобств.